быстро четко и понятно к этому мы конечно не придем у нас немного другое стилевое направление но тем не менее вот яркость атак и молниеносность воспроизведения она же делает красоту и самих побед соответственно и у нас все тоже становится более скоротечным и интересным а кому интересно смотреть на долгие передвижения спортсменов и перетягивания друг друга вышли бросили ушли вот наверно это самое яркое самое запоминающиеся для и позиционирующие вид спорта и соответственно международное правило к этому нас призывают следующий поединок мамуев представляющий северокавказский федерального округа он в белом кимоно и бузулукский представитель центрального федерального округа он синим кимоно вышли на татами напоминаю первенство россии среди юниоров и юниорок первый день турнира трансляция ведется из города тюмень юниор и юниорки до 23 лет определение состава сборной команды страны для того чтобы отобрать уже резерв национальной сборной именно вот эта возрастная группа является резервом национальной сборной да в принципе все нью-йоркские возрастные группы настроен на то чтобы вот-вот можно проявить и на международной арене попасть уже в основной костяк для того чтобы отбираться на чемпионаты европы и чемпионаты мира ну если получится у кого на в том числе на олимпийские игры хотя вот рейтинговая система она непростая и для того чтобы приобрести рейтинг на взрослых во взрослой своей группе есть определенная сложность в азаре сделал спортсмен в белом кимоно но была контратака попытался сделать бузулукский подхват и вот не вывел своего соперника достаточным образом из равновесия тут же упал просматривают боковые судьи это действие и либо подтверждает либо отвергают соответственно по наушнику передают информацию арбитру арбитра есть гарнитура мы ее можем видеть на тотами и делают свое заключение что же было какое действие было и как его оценивать перевели боковых судей которые сидели раньше на стульчиках сбоку перевели именно в зону просмотра видео повторов для того чтобы но именно на татами как говорят спортсмены в поле мы видели реальные моменты реальные действия в исполнении спортсменов они наблюдали за работой судьи судьи такие же зрители такие же участники мероприятия до участники потому что они делают оценки но такие же наблюдатели как и мы с вами соответственно четко и слаженно не дается должны действовать и оценивать также как и мы реальность а так долго просматривают долго наблюдает как правило таких задержек немного бывает но и я думаю и будет у нас на турнире однако вот сейчас есть определенное видимо сомнения у арбитров правомерно ли дано продана оценка или нет на мой взгляд все было четко вот в азаре или не в азаре поскольку пытался бузулукский делать подхват изнутри но не доделал не дотянул руками а тут же его контратакующим действием мамоев сделал выведение из равновесия в принципе бросил на спину кэр-системы у нас нет но финалу я думаю она будет настроена и нам будет проще реагировать и обсуждать уже все действия которые вот в принципе сейчас мы видим обсуждает арбитры далее в азаре все действительно так как и было ничего не меняется и вот сейчас такой клинч ребята один спортсмен спортсмен белом кимоно пытался делать подхват а вот бузулукский представляющий центрально-федеральный округ пытался сделать подобрать его в корпус соперника и сделать видимо бросок через грудь ничего не получилось через спину пытался сделать мамуев но вот так не подготовлена активнее более выглядит мамуев пока и вот четко видит читает действия своего соперника это вазари которая имеет преимуществе и он грамотно можно сказать отставит хотя вот нет никаких простоев которые были бы прецедентом для дачи замечания мамуево вот узулукский получил очередное шида но очередной потому что он уже проиграл атакой сначала бы упал на вазари а вот здесь ничего не может сделать посадку назад пытался сделать мамуев безрезультатно но арбитры для себя наверняка фиксирует что атаки идут пока только лишь в одну сторону усыпляющий так делся действует спортсмена оба предыдущие поединки были более быстрыми как мы видели но сейчас уже оживляется оживляется потихоньку зацеп передняя подножка пытался чередовать между собой вузулукский двигается ну чё-то сам на себя злится ничего не получается минуту 07 остается арбитр дает еще по одному шида уже еще по одному потому что это 2 2 шида а у мамуева первая шида не активизирует действие свои спортсмен синим кимоно не видели пока мы ни одной атаки его его исполнение до вначале он пытался сделать подхват тут же завалился а вот тут уже начал активизироваться молодец чувствует что ситуация уходит и надо включаться 33 секунды это все-таки малым малым маленькое количество времени но бросок с колен пытался делать получится ли еще что-нибудь посмотрим если нет то вазаре обыграть можно только лишь чистым броском тем более вузулук сходу 8 секунд до конца будет ли обострять будет ли делать так так у которой придет его к победе или не сможет если не сможет до пытался сделать бросок с колен безрезультатной секунду время вышло мамуев выходит следующий круг турнира а вот буду узкий недоволен естественно приехать на чемпионат вернее на первенство россии по юнерам ехать издалека из центрального федерального округа если бы дошел до финального блока и конечно бы сказал с какого города но вот нет у меня такой информации но тем не менее приехал и в первом же круге активно вроде бы пытался сделать атаки вначале а потом не смог ничего отыграть проиграв контратакой не смог ничего сделать ну и так бывает возраст юниора до 23 лет это та возрастная группа она в принципе самая по возрасту наверно большая ну за исключением взрослого за основной группы именно возраст 92